Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите всё новогоднейший и новогоднейший телерадиоканал Страна ФМ. Мы становимся с каждым годом всё снежней и леденей. И ёлочнее. В эти дни, да. И, собственно, пока ещё не заледенели совсем. Спешим вас приветствовать. В эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Мы очень рады сообщить вам сегодняшний концертный зал имени Данте. Привет. Вот кто растопит льды, растопит сосульки, которые нас висит. Будем топить, стараться. Будем топить. Очень рада тебя видеть, Ваша. Спасибо за то, что пришёл. Я тоже очень рад прийти. Давно не виделись. Давно не виделись. Уже год. Уже год. Да, да. И жизнь-то не стоит на месте. У всех. И, конечно, у творческого человека. У тебя, слава богу, тоже всё развивается, всё движется. Творится, пишется. Это хорошая история. Для тебя 2018 год, как нам показалось, достаточно хороший. Во-первых, вышел дебютный альбом твой. Да, наконец-то. Спасибо огромное. С этим событием. Сам себе тоже похлопаю, потому что я его готовил 4 года. И вообще, на самом деле, ещё этот год для меня знаменателен тем, что мне исполнилось 30. Юбилей. Переход такой-то в серьёзный возраст. Смотрите, в Инстаграм просто столько шороху. Юбилей с большой буквы и пишется. Да, да, да. Действительно. Но для меня это было очень важно. Очень важный момент. Как-то подвести итоги какие-то. Половинки творческой карьеры, как я говорю. А сколько, кстати, творческой деятельности? Вот в этом году ещё исполнилось. Ну, то есть, вот как артист Данте, пускай ещё тот момент, когда там было вообще совсем мало, но то есть 10 лет. О, тоже круглая, красивая какая-то. То есть, профессиональная карьера, конечно, 4 года, но до этого я был Данте. Ну, а как? Ты же не просто так тоже в один день проснулся. Конечно, да, этого тоже проделал в большой путь. Поэтому уже 10 лет, и я такой думаю, 10 лет. Альбом за 4 года. Отлично. Очень. Много цифр. То есть, ты с хорошим настроением перешёл в этот рубеж, как их называют? Кризис среднего возраста не случился. Ну, ладно, на 4-й десяток. У меня все друзья мои шутили, говорили, вот, Лёша, всё, готовься. Сейчас тебе будет тяжело. Сейчас так накроет, как накроет просто караул. Клип вышел, клипы вышли, всё хорошо. Ну, это замечательно. Мы очень за тебя искренне рады. Пользуется ли успехом твоя пластинка, скажи, пожалуйста. Слушайте, ну, я не буду там хвастаться именно конкретными названиями, но на площадках всяких маркинговых площадок, где можно скачать альбом, был в течение месяца в топ-3. Так что всё хорошо. Скачивали нормально, слушали. Ну, дело же ещё всё в том, что до этого и синглы твои успешно захотели на радиостанции, да, так же скачивались и клипы. И, наверное, в этом был успех, потому что всё-таки я решил половину старых песен оставить, потому что было бы глупо выпустить альбом без старых песен, чтобы одними новыми... Да, где-где, где-где, подождите, а вот эта вот, которую я очень люблю, где она? Да, да, да. Вот поэтому мы так решили, я говорю, ну, нельзя всё новое отдавать однозначно, потому что это будет очень тяжело восприниматься. И я решил половину старых песен, половину новых. Песни твои все, да? Да. Дорогой Данте, дорогой Алексеев, могу так иногда к тебе обращаться тоже. Альбом «Молекулы» твой дебютный. Четыре года ты его готовил, готовил, обдумывал. Значит ли это, что следующий альбом... Где-то в 2022-м. Ну... Я буду надеяться, что нет. На самом деле мне уже не очень нравится формат такой, как альбом. Сейчас выходит вот этот новый... Всё больше и больше, кстати, вот артистов говорят об этом. Есть формат EP. Есть формат EP, когда три-четыре новых песни, вот это идеальный вариант. Мини-альбомчики, да? Да. И это комфортнее. Но я думаю, что я к концу следующего года уже смогу сделать такой альбом, потому что это гораздо проще. Это период стиля. Стиль сейчас меняется безумно быстро. Да, конечно. Ну, то есть, согласитесь, мы там виделись с вами, когда я только начинал два года назад. Рэпа ещё не было в помине. И про рэп никто вообще никто не говорил. Да, сейчас его стараются читать даже Филипп Киркоров. Ну, о чём речь. Соответственно... Вот, друзья, да. Значит, Данте нам массу сюрпризов ещё преподнесёт. Ну, а куда всё идёт-то, понимаешь? Прогноз твой. Я думаю, что всё идёт в рок-музыку. Ой, это как неожиданно. Я думаю, что вообще годика через полтора мы будем видеть рок-бэнды с рок-гитарками, с балладами, с полноценными... Косухи надо доставать. С полноценными живыми инструментами. Ну, потому что так всегда история музыки, она тоже циклична. Конечно. Конечно. Я вспоминаю про джаз, про бибоб, про вот эти кризисные моменты. И потом, хоп, и начинается попса. Подожди, как интересно. Лирика и прочее. Как интересно. Я думаю, что будет что-то такое. Будет прям живой вокал, живой инструментал, и все талантливые люди смогут дополнительно заявить о себе. Так что я расчехляю тоже гитарку, начинаю акустику репетировать. Мы обязательно как бы подождём, увидимся и посмотрим, как поправлю ты был. Давай мы лучше поговорим про музыку, которую вот услышим именно сегодня и в самое ближайшее время. В принципе, это практически все песни из моего альбома. Отлично. Песни, которые становились синглами. Песни, которые полюбились, в том числе и старые песни, которые, собственно, вошли в альбом, и новые песни. Вот. И я, наверное, ещё, если мы успеем, если нам хватит времени, спою кусочек песни, которая выйдет в следующем году. Ну, так вот, акапелла. Это тизер. Тогда срочно переходим к музыкальной части, а то мы не успеем. Давай, успеем обязательно. Тогда поём? Поехали. На закате моих снов я читаю по губам твою любовь. Эти мысли незаконные мчатся в угонами в моей голове. Ты не смотришь в мою сторону, но всё равно тону я в тебе. Даже если нити порваны, мы не потеряны. 개인 тиск, мне неизб right. Я не умею так, не вздумай остановить меня, я не могу уснуть ни на твоих руках. Не вздумай остановить меня, это неправильно, я не умею так. Не вздумай остановить меня, Я не могу уснуть, я на твоих руках Не вздумай, я всё вздумаю Не вздумай Мне не нужно больше слов Я читаю по губам твоих Другу Ты со мной неосторожная До невозможного Нравеешься ты мне Жарко, да, изнеможенья Тают сомнения мои о тебе Эти мысли раскалённые Дышат циклонами Не вздумай, остановить меня Это неправильно Я не умею так Не вздумай, остановить меня Я не могу уснуть не на твоих руках Не вздумай, остановить меня Это неправильно Я не умею так Не вздумай, остановить меня Я не смогу уснуть Не вздумай, остановить меня Это неправильно Я не умею так Не вздумай, остановить меня Я не могу уснуть не на твоих руках Не вздумай, остановить меня Не вздумай, остановить меня Это неправильно Я не умею так Не вздумай, остановить меня Я не могу уснуть не на твоих руках Не вздумай, остановить меня Данте На телерадиоканале «Страна.ФМ» Да, мы не собирались его останавливать Он сам остановился Песня, которую начинают Которую обожают даже девушки постовые Да, да, когда как тормозят автомобиль Ну, разумеется, конечно, да Здесь, надо сказать У меня сегодня дебют первый такой концерт, когда зрители так близко И не получается, хочется танцевать и прыгать, но я... Ты, кстати, танцами-то занимаешься у тебя? Ну, конечно, я так стараюсь, ты не представляешь Просто мне это так тяжело дается В детстве я это все упустил А потом, ну, как-то, знаешь Мама там говорила, пойди Заниматься в танцевальный кружок А я такой, ой Хочу там гитара Пианино, ничего не хочу Да, музыка, 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 все А сейчас понимаю, что вот все-таки бизнес требует Да, профессия обязывает Индивидуальные занятия днем и ночью Серьезно? То есть сейчас прям очень-очень-очень Много времени уделяешь Три-четыре занятия в неделю Что это скажешь? Станок это может быть Станок у меня благо был Когда я учился в музыкальном колледже Это осталось во мне навсегда Ну что, база получена хорошая? Ну ты знаешь, говорят, станок это не всегда хорошо Потому что ты иногда выходишь, как будто ты проглотил кочергу Я говорю, ну спасибо Чтобы вытащить кочергу, что ты делаешь? Да, приходится делать всякие рэп, хип-хоп, Раскачки современные, актуальные Я даже там ВОГом пробовал заниматься Ну чтобы просто для общей практики Раскачать кисти и прочее Ну поэтому очень прикольно, очень разные стили Смотрю, изучаю, у меня очень много Знакомых хороших, которые хореографы Профессиональные, которые говорят Так, Леша, я слежу твоими выступлениями Надо позаниматься Я говорю, хорошо, давай Хорошо, а вот что-нибудь такое Сальса, быть может, там Бальными танцами тоже немножко занимался И сальса, и латино Это все просто, чтобы тело двигалось Конечно, пластику все это развивали Но так мало времени нанять Очень хочется побольше Но вот постоянно не хватает То есть я уже говорю, мы в гримерках репетируем Не перед концертами, чтобы посидеть Расслабиться, отдохнуть, подготовиться Переодеваемся Оп-оп-оп, как ногой куда двигать Потому что мне это сложно Мне сложно запоминать Кто-то там запоминает сразу с лету А я там 30 раз повторить Мне кажется, ты еще очень просто Серьезно к этому относишься И они верят на ответственность Перфекционизм решают Я просто начинаю понимать, что Вот там И тебе хочется выглядеть Прямо как танцоры А даже лучше их, скорее всего Хочется выглядеть Да, 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 и они мне говорят Ну что ты вообще, все классно Все хорошо, что ты так классно Я там вот руки не туда повернул Все это провал Это при том, что ты сто процентов Фритман, ты попадаешь Естественно, да Тут именно в технике делов Ну хочется же в хореографии Хочется же вот все, чтобы это было прям Ну я работаю над этим Я думаю в следующем году Будет все круче Намного То есть все вот это говорить Слушай, вот у Лешки Видно Данте сразу, да? Профессиональный танцор Кого набрал сзади? Непонятно Кстати, может быть в этом успех Нужно брать послабше коллектив И тогда Лучше тянуться к более профессиональным людям Которые рядом с тобой Ты тогда растешь Это все равно, что там Не знаю Набрать непрофессионалов Что это будет? Это будет плохо Леш, а где мы в следующем году Увидим твои вот эти потуги в танцах В клипы какие-нибудь Конечно На следующий год вообще планируется сингл Очень хороший, крепкий Я надеюсь, успеем в феврале Но я хочу его выпустить вместе с клипом Чтобы сразу к вам в гости прийти и показать Да, конечно Тогда придешь, пожалуйста Не забывайте Поэтому вот я Я очень Очень тоже Кропотливо к этому отношусь Я хочу попробовать срежиссировать Ух ты Да Это заявка Серьезная Эксперимент Что за песня будет? Можно ли сказать сейчас? Танцевальная песня Основное все такое Секрет, секрет, секрет Нельзя Вот видишь, как хорошо Песня танцевальная Значит, клип танцевальный Да, клип танцевальный А вот что касается режиссуры Почему ты хочешь сам заняться? Ну потому что это сейчас как бы модно так все делать самому? Или все-таки Ну вот мы опять-таки про это говорили Да Я и в хореографии себя ем постоянно Да Я понимаю, что и мне хочется иногда оказаться по ту сторону камеры во время клипа и сказать Блин, ну вот надо было чуть-чуть повернуть Вот это вот чуть-чуть Вот эта картина бы смотреться красивее И мне уже многие друзья сказали Леш, пробуй Почему нет? Ну конечно Ну я даже сейчас Режиссеры уже все рыдают просто Да, да, да Ему угодить невозможно Снимай сам Да, я уже шучу просто Я уже начинаю просто пробовать на свой телефон Снимать какие-то Так, уже Да, когда наработочки делают небольшие То есть я пристреливаюсь потихонечку Скажи, пожалуйста А это скорее всего будет сюжет Или это просто будет красивый артист Данте Который танцует И мы смотрим Ого, и трюк здесь выполнил И так, и так Сейчас вообще сюжетные клипы так уходят Серьезно? На самом деле То есть очень многие зрители даже начинают говорить Зевать начинают прям О, как надоело опять Ну вот в принципе по большому счету Про что может быть клип, да? Человек и его выбор Или любовь Любовная история А подожди, а вот ты говоришь, что это уходит А сплошь и рядом клипы Где еще, знаешь, такие куски фильмов вставляют Это как про рок-н-ролл Это через полтора года еще В начале предыстории идет В середине обязательно Это тоже В начале предыстория Потом она на телевизии обрезается И выпускается И никто ничего не может понять Особенно у нас, потому что у нас Еще и радиостанция же плюс Конечно, да Мы вообще не можем вот эти непонятные паузы Хатовские актерские Трехминутные разговоры там и прочее Это уходит сейчас, да? Ну вот я считаю, что все-таки поп-музыка Она должна быть простая и понятная То есть зачем пытаться превратить ее в какую-то мега-философию? Все знают, о чем поп-музыка Про любовь Про несчастную любовь Про какие-то разлуки, расставания Про счастье и веселье Ну Людям должно быть просто Под эту песню можно и поплакать И повеселиться И потанцевать И сходить в клуб Не хочется давать что-то сверхистиг Так мы узнали, что будет в клипе Талант не просто так говорит Он имеет колоссальный опыт Не только в свое личное присутствие на сцене Исполняя Он вообще знает, что такое хит И песня его поет Множество артистов на нашей сцене Но об этой грани таланта Мы поговорим чуть позже Пока же нам вот как раз Хочется послушать Да, что-нибудь в исполнении Едем дальше Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Ну Эта песня называется Тесно Как раз таки из моего Альбома Мы расправили Ты не веришь Ты уже без меня Летишь Я не знаю, зачем ты так Значит, видимо, я дурак Мой ночи телефон в руках Мысли снова до потолка Разогнать бы их и уснуть Без тебя опять как-нибудь Как-нибудь Без тебя в этом мире так тесно И неинтересно, что неинтересно Без тебя в этом мире так тесно И неинтересно Без тебя в этом мире так тесно И неинтересно, что неинтересно Без тебя в этом мире так тесно И неинтересно Без тебя Ты же видишь, что без тебя Все разорвано по краям Все на ниточках и дрожим Без тебя летят и ножи Ты вернешься ко мне, а А я умею тебя прощать И все счетчики до нуля Я вернусь готов для тебя Без тебя мы не рядом, где сна Без тебя мы не рядом, где сна Без тебя в этом мире это тесно И неинтересно, что мне интересно Без тебя в этом мире это тесно И неинтересно Для себя в этом мире это где сна И неинтересно Что неинтересно Для себя в этом мире это где сна И неинтересно Для себя Для себя Без тебя, без тебя, без тебя, без тебя, без тебя, мне неинтересно. Без тебя, без тебя, без тебя. Ну, конечно, надо. Давай я планирую на 2019 год. Да, я планирую, все хорошо. Молодец, отлично. А акустически ты будешь записывать тоже треки? Это все очень сильно зависит от того, как мы срастемся с музыкантами, потому что я же везде требователь. Да, это мы уже знаем, мы уже боимся. Знаешь, скажешь, потом мне такие ведущие не удовлетворяют. Я вас очень люблю, я очень вас люблю, вы что прекрасны. Спасибо, взаимно. Поэтому мы начали репетировать, но это пока в качестве эксперимента, в качестве эксперимента, поэтому я пока даже об этом не заявляю. Мы просто репетируем, я думаю, будем репетировать еще пару месяцев. Потому что мне тоже нужно вернуть технику. Одно дело, когда ты работаешь на студии, там нужно что-то немножечко сыграть. Другое дело, когда уже полноценный концерт. На фортепьерах, конечно, да. Да, и ты вот здесь и сейчас, и перезаписать возможности не будет, конечно. Поэтому ты понимаешь, что надо как-то так, чтобы даже если ты куда-то уходишь не туда, чтобы тебя подхватывали. И знал, куда вернуться, если что. А через полтора года гитара. Да. Нет, гитара есть, она тоже есть, просто тоже навык надо возвращать. Я в музыкалке учился и на гитаре, и на фортепиано, и на саксофоне немножечко. Между прочим... А я бы думала, а ты правильно показал? А я же левша, поэтому у меня вот так... А, я думал, что-то не только. У меня перекинутые струнки, да. Серьезно? Вот оно что. Пол Маккартный так кивает головой. Вот сейчас прям слышу, как требуют наши зрители, слушатели, говорят, общались поговорить про то, как пишут другим артистам, и сидят, ушли в другую сторону, в другую степь. Как не хуже, как я сказал, Леша, почему это шоу? Дима Бэггер, да, почему, почему, не говорим про меня, не вспоминаем про меня. Да, на самом деле, долгая история. Я Диме Белану в новый альбом дал в исполнение свою песню, память, которая была мне очень сложной. Да, звучит это, значит, бесплатно. Продал, хорошо. А, ну что ты тогда? Нормально надо говорить о гордости, конечно. Продал песню, вот, собственно, но мы ее очень долго как-то, вот, процесс продажи шел практически два года. Торговались поэтому или слова заставлял переписывать? Нет, это лирика, нет, она была готовая полностью, но это лирика, это такой очень сложный шаг. То есть он говорит, ну, у меня же, в принципе, такое все-таки больше, такое ритмичное, куда мне она? Потом такой, ну, мне так нравится. Ну, куда? Ну, сделай что-нибудь с ней. А потом в итоге было так приятно, когда вышла песня, в итоге она вышла в формате лирики, полноценной, фортепианной, то есть такая очень ритм шесть восьмых, абсолютно нетрадиционный для поп-музыки. И мне все друзья написали, блин, когда увидели, что ты автор, мы сразу поняли, вообще, реально, самая лучшая песня в альбоме. Я говорю, ну, спасибо всем. Ну, да, конечно. От автора я удовлетворен. А, есть, знаем, еще Лоя в этом списке. Конечно, Лоя с песней «Снежинки», со своей новогодней песней как раз-таки тоже. Ну, вообще, на самом деле, сотрудничала еще с канадской певицей Мея Мартина, но она в России как-то так вот не очень популярна, хотя какие-то песни были. Ну, я уверена, что многие знают, те, кто являются меломанами, интересуются вообще, что происходит в мире, таких немало, надо сказать, людей. Канаде привет, да. Тебе интересно это? Ну, помимо заработка, я сейчас говорю, вообще сотрудничать с другими артистами. На самом деле, ну, все-таки бывают такие истории, когда ты понимаешь, что песня не твоя. Вот все-таки, да? Вот ты написал... То есть ты пишешь просто песню для кого-то, для себя или не для себя. Да, мне даже не то, что да, вот просто приходит вот что-то. Так, вот родилась, да, она песня. Ты начинаешь играть, ты думаешь, вообще совсем женская. Ага. Нет такого, что звонит Лоя и говорит, Леш, нужна песня. Ну, с Лоей вообще было смешно, то есть я отправил ее продюсеру песню, и вот говорю, Олег, слушай, вот что-то думаю, с кем бы вообще дуэтом ее спеть. Он говорит, отдай Лоя, пожалуйста, отдай Лоя. О, же, продюсер сразу. Офигенная песня, давай, давай, пожалуйста, давай, быстрее, быстрее. А я такой потом слушаю, то есть правда, там две строчки мы переписали, и все, остальное все было вот прям идеально и классно, и вот для девочки, и такая новогодняя получилась. Ну, короче, это тот самый случай, когда, ну, песня родилась, и ты ее никогда не спала, что ты ей все равно даешь шанс жить. Конечно, это как дети, да? Да, и дойти до сердца, там, до других людей, до детей. Детей надо выращивать и давать им жизнь. Может быть, тогда у тебя есть какое-то определенное желание для кого-то написать песню. Конечно, хочется куда-то с Европой поработать. Все-таки туда, туда. У нас, ну, я, в принципе, понимаю, что Делана — это прекрасно. Все, звезда первого эшелона, в потолок я ударил, дальше уже чего уж там. Только работать, развиваться. Я пытаюсь сейчас сотрудничать, общаюсь, поэтому все может быть, посмотрим. Может, девятнадцатый год как раз и принесет. Хорошо, если мы говорим про зарубежных артистов, какие фамилии называют, нас многие смотрят. Ну, я бы хотел попробовать, например, с Кайлей Минок посотрудничать. Хорошо. Кайлей, привет. Хорошо. Кайлей на русском языке будет петь? Нет, конечно, на английском. Конечно, на английском. На английском я пишу даже порой лучше, чем на русском. Вот так вы пишете. Мне-то проще знать. Да, я пишу и стихи, и музыку, и аранжировку. То есть я делаю сейчас все. Но, естественно, у меня сейчас уже пришел тот этап, когда у меня есть потрясающие друзья, которые мне помогают, аранжировщики. Потому что все-таки мне многие сказали, профессионалы бизнеса, что если все время делать все самому, можно очень быстро об это стереться. Да, наверное. Это все-таки вызывает колоссальные нагрузки, стрессы. И не надо все контролировать. Даже если кто-то сделает чуть хуже, чем ты, ты спокоен, и ты хотя бы занимаешься любимым делом. Да, конечно. Потому что я часто люблю брать лишнее на себя, и потом не всегда это все получается. Скажи, в плане перфекционизма, есть ли тот человек, который тебе дает мудрые советы, или ты сам просто доходишь до этого после определенного количества размышлений? У меня очень мудрый папа, потрясающий просто, который мне иногда говорит, да отдохни ты, да все равно, да всем все равно, как будет выглядеть твоя обложка. Песня хорошая. Песня хорошая. Ты знаешь, что только ты заморачиваешься, всем абсолютно все равно, им нравятся песни, и все, конечно. Это какая-то картинка. Просто внутренний голос такой. А я там сижу и говорю, папа, ну я же там вот, мы уже неделю фотографируемся, никак не надеялся. Да какой нужный кадр? Да сейчас, вон, посмотри, кто-то яблоко фотографирует на обложку, посылает мне там в WhatsApp, и говорит, смотри, что ты вообще придумал. Ну, то есть папа молодец, папа сидит за всем, старается меня разгружать. Ну, конечно, у папы же больше и опыта жизни, и мудрость. Мама вообще молодец, она говорит, молодец, все хорошо, мы тебя любим, все, делай, что угодно делай, главное не нервничай. И все, то есть позитив родители всегда поддерживают. Ну, это очень важно, конечно, такие самые и самые близкие люди. Какая прелесть. Ах, пауза совсем небольшая, оставайтесь с нами. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, сегодня предновогодний Данты на телерадиоканале Страна.ФМ. Мы говорим про песни известные, песни новые, про клипы и про все. Если у вас есть вопросы, их можно оставить в контакте Страна.ФМ, там, где публикация, посвященная визиту артиста. Да, друзья, дорогие, вот сейчас, я думаю, в канун Нового года это особенно важно делать и вспоминать о некоторых людях, которые для нас дороги. Особенно вот про маму, про папу поговорили, нашего гостя, про артистов, которые с удовольствием исполняют песни его. Ну и давайте поговорим немножко про Ларису Аркадьевну. Не против? Лариса Аркадьевна. Я не помню, наверное, кто это. Ну, Никонова Лариса Аркадьевна, первый педагог. Господи, Лариса Афанасьевна, вам неправильно дали информацию. Простите, ради бога, простите, Лариса Афанасьевна, уважаемая. Лариса Афанасьевна Никонова, я ее, кстати, давно не видел. Так. Если она вдруг смотрит или кто-то смотрит и сможет передать. Ссылочку и отправят, если вдруг она пропустила эфир, конечно. Это мой первый педагог по фортепиано. Да. Она, вот, собственно, сказала, что вот он талант. Вот. Она собрала вокруг меня всю музыкальную школу. И сказала, слушайте его. Слушайте. Нет, на самом деле, по ее вине, я оказался на сцене, на большой, буквально через месяц после этого прослушивания. То есть я пришел в музыкальную школу поступать. Сколько тебе лет было тогда? Мне было и то ли 7, то ли 8. По-моему, 8 все-таки. После первого класса я пришел. После первого класса школы пошел в первый класс музыкалки. И это просто было что-то. Подожди, а ты вышел на сцену уже как пианист или все-таки как певец? Нет, как вокалист. Как вокалист. Она сказала, говорит, ну вот фортепиано, понятно, что мы ничего не можем еще сделать. Он там тын-тын-тын будет играть. Ну, конечно, там же еще. А говорит, ну просто такой талант мы не можем пропустить. Ребята, идем учим песню. Так, а что это была за песня? Это была песня очень милая. Она была детская. Называлась «Разговор с волной». Я пел про море. Там она такая реличная, да, красивая очень. И, ну, и сразу конкурс. И сразу, по-моему, второй или третий у меня было там место. Вот это да. То есть первый дебют, вернее, не первый, а дебют и сразу же, да. А ты помнишь свое выступление, это самое первое? Это было так смешно. Я просто вот, я был с такой стрижечкой под горшок в каком-то очень большом костюме для меня. Просто на размер больше. И я вышел от кулисы. То есть огромная сцена, наверное, метров 30. То есть это дом культуры, район. О, конечно. И вот я от кулисы отошел метра на два. Стол в углу. Я думаю, зачем мне это надо? А, нет. Вот так вот спел. И просто так же убежал. Это было очень смешно. Очень рационально поступил. Да, очень рационально. Так спрятался, попел и шел. Но всем очень понравился вокал. Но это было от волнения. То есть ты мог контролировать себя. Ты слышал себя, когда пел в этот момент. Или что-то было механически. Да, ну то есть причем вокально потом, когда я сейчас до сих пор смотрю эти выступления, это было очень хорошо. Да. То есть я думаю, да ладно, неплохо ты где-то сидел. Местами может быть даже лучше, чем сегодня. Надо что-то поучиться у себя. А у ребенка все-таки, правда, нет этого контроля. Очень искренне, ну да. Ребенок чаще всего не думает, что вот как он сейчас выглядит. Ребенок часто выходит на сцену, у него какая-то рубашка торчит. Потому что ему все равно. Он выходит творчеством заниматься. Когда мы взрослые, мы немножко уже обрастаем вот этим всяким, как я там выгляжу, тут я там устал, у меня там мишка. Да, всем все равно на вашей мишке. Господа, надо выходить и петь душой, и будет все классно. Сколько конкурсов у тебя было потом? Сосчитать их? Можно? Нет, кто-нибудь ведет подсчет. Где-то после сотни это закончилось. Да, у мамы с папой все эти грамоты здесь пролежат. Или там зал славы у вас есть. Да, зал славы, в шкафу, там уже какой-то просто три полки заняты моими какими-то кубками, какими-то благодарственными письмами, папками с этими всякими стоями. Да, ну все это, конечно, как-то так. Кубки, письма, это все хорошо. Были ли какие-то такие ощутимые более вещи? Первый магнитофон. Ух ты. Как раз кассетный еще тогда где-то. Вот на этом конкурсе, на первом. Потом в шестнадцатом году, не, не в шестнадцатом, господи, в шестом. В шестом году. Какой я взрослый, какой я взрослый. В шестом году я получил на конкурсе хороший мой первый профессиональный радиомикрофон. Очень крутой, невероятный просто. И я вот, собственно, как бы с ним до сих пор живу. С тех пор не расстаюсь. Да, не расстаюсь. И все прекрасно, он меня не подводит, потому что настоящая, никакая не подделка. Классный мне, ну просто вот это мой верный спутник и друг. Своим голосом, как я говорю, напел себе. Ну, в общем, да, конечно, это уже прям такой талисман, талисманищик. А напой-ка нам, Леша, следующую песню. Поехали. Это как раз-таки, собственно, молекулы, песня, которая является заглавной песней альбома и предвестником нового звучания. Это просто перед глазами жизнь, это просто мелькают этажи, но я падаю вверх. В этом лифте остался чей-то смех. Это больно, но больше не сдержать. Это сахар на лезвии ножа. И на сотни частиц для меня не останется границ. Вдыхай мои молекулы. Не важно, где и с кем ты. Вдыхай и отпусти меня. Я больше не люблю тебя. Вдыхай мои молекулы. Не важно, где и с кем ты. Вдыхай и отпусти меня. Я больше не люблю тебя. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Эй, прости меня. Эта капля на дне твоей души. Будет вечно до слез тебя душить Я твой личный провал, но другого я и не ожидал Из войны выходит без потерь Но я из каждого плейера теперь Тот, кому проиграл У Love Story, увы, плохой финал Вдыхай мои молекулы Не важно, где и с кем ты Вдыхай и отпусти меня Я больше не люблю тебя Вдыхай мои молекулы Не важно, где и с кем ты Вдыхай и отпусти меня Я больше не люблю тебя Прости меня Вдыхай мои молекулы Вдыхай мои молекулы Вдыхай мои молекулы Не важно, где и с кем ты Вдыхай и отпусти меня Я больше не люблю тебя Вдыхай мои молекулы Не важно, где и с кем ты Вдыхай и отпусти меня Я больше не люблю тебя Прости меня Прости меня Прости меня Вдыхай и отпусти меня Вдыхай мои молекулы Спасибо хоть на этом Раньше мы часто встречались В последнее время Совсем не видимся Думаю, восстановить мне Такую практику Или нет? Восстановили Что? Скажи про этот период Расскажи Где ты был? Где я был? На самом деле, честно скажу Я просто в определенный момент понял Я понял, что я очень много времени Из своей жизни То есть это как раз Все-таки вот эти 30 лет сказались Так Заговорили они внутри меня И я понимаю, что я очень давно Не жил человеческой нормальной жизнью Не отдыхал Не позволял себе Какого-то сумасшедшего безделья Какого-то веселья с друзьями Каких-то Ну вот просто прогулок С чашкой кофе Очень долгих каких-то Каких-то вечеров Вот бездумного просмотра Кино, каких-то сериалов То есть я понял Да, действительно я просто понял Очень много То есть не то, что отпуска не было Не было какой-то человеческой такой жизни Простой Без необходимости Ну вот просто в конце концов Да, удовольствие человеческих Общения Да, человеческих удовольствий И просто, как я маме говорил Мам, хочется посидеть дома С немытой головой Никуда не выходить Не приводить себя в порядок Не брить свою бороду И просто вот Посходить с ума месяц Быть таким, какой я есть Да, чтобы меня любили таким, какой я есть И в этот момент я как раз понял А почему вот кроме меня Никто мне это не разрешит Конечно Ну вот и все И собственно я отправился В творческий отпуск Я дописывал альбом Потому что альбом писать можно очень легко Да, об этом не обязательно всем рассказывать Нужно просто что-то делать Тихо и мирно Конечно, находиться в студии Да, находиться в студии Находиться дома Играть за инструментом И я очень хорошо отдохнул Я набрался сил Я набрался этого позитива Потому что просто понял Потому что Набралась вот эта вот классическая усталость Обычно Да Потому что один эфир Другой эфир Перелет Переезд Съемки Вот это конечно Все знакомо И приходит какая-то грусть Когда ты смотришь У тебя вот друзья просто поехали в отпуск А ты не можешь Потому что у тебя вот это Вот это Вот это А вот опять друзья поехали в отпуск Уже второй раз за год А у тебя опять вот это А сейчас съемки клипа Сейчас вот это Друзья едят торт А ты сидишь и смотришь на этот торт А тебе его нельзя Потому что Что ты не влезешь в костюмы концертные И вот это все Это все действительно С одной стороны вроде всем кажется Ну что такого Ну там вот И дал я себе свободного времени Дал я себе свободной нормальной жизни Отдохнул Набрался сил Понял что жить без этого не могу Вот да Как раз хотелось спросить Да вот этот момент Он пришел Он пришел буквально через месяц на самом деле Но я понял что это так кажется И надо дать себе нормальную Все таки да Окончательно И прям заскучать Заскучать поэтому Чтобы потом выйти на сцену И просто получить удовольствие потрясающее Что собственно так и случилось И когда я вышел на сцену И когда я услышал Это уже вышло Это уже произошло в сентябре После выхода альбома И когда я вышел просто К зрителям К слушателям И они пели альбом наизусть Хотя он вышел две недели назад Я понял Все правильно сделал Отдохнул Набрался сил Отдал людям Это знаешь Это вообще Невероятно глубоко Сильно Мощно Мудро И поучительно Для всех нас И каждого Прислушиваться к себе Да К своим собственным желаниям Именно прям вот эти глубокие Потому что насиловать самого себя Вот это Вот это Перфекционизм Он конечно Вот оставляет эти следы У кого же у многих Колоссальное опасение Что вернешься И уже не вспомнят Понимаешь Если ты вернешься старательно Можно же сделать Подготовленный Да Подготовленный Так что все нормально Если ты готовишься к этому Если ты морально к этому готов То нужно будет больше трудиться Но ты придешь с новыми силами Поэтому вперед только И вперед Ты знаешь Это прям чувствуется от тебя Следующий отпуск Ты уже запланировал Чтобы не устать Следующий отпуск У меня будет в январе Он будет всего 10 дней 10-12 Но будет очень четко Нормально Это очень хорошо Я всем сказал Говорю Ребята Телефон будет в авиарежиме Он будет доступен Только для мамы с папой Да У меня другая симка будет Вообще Надо заводить тебе А этот рабочий Если честно ты мне подсказываешь Эту идею Я уже начинаю задумываться На самом деле Об этом Это рабочий телефон А вот это вот И рабочий телефон Вечером выключается Конечно Очень хочется так сделать Думаю скоро так будет Есть вот электронный адрес Еще пишите туда Пишите туда Письма Пишите До востребования Ну а то что действительно Нужно отдохнуть Потому что сейчас Предновогодний час Вот ждет меня концерты Много ждет В этом году Очень повезло Вот видите Возврат получился отличный Давай пригласим Если знаем Ну на самом деле Это все открытые площадки Для жителей Москвы И Подмосковье вообще прекрасно То есть я практически В каждом парке Под Новый год спою Так что я в ближайшее время Думаю себя в сторис На инстаграме выложу Умудритесь во всех парках Одновременно А там будет буквально С 30-го числа По 3-е число Я буду везде просто Я еще успел Кстати вот почему Про родителей Это так тепло и нежно Потому что я буквально Позавчера вернулся С гастролей И меня пригласили В мой родной город Я выступал с гастролями На корпоративе В родном городе Увидел маму с папой Да что ты Да Все поехали Да родители переехали В соседний город Но как бы фактически Родился я где-то между А до этого ты долго С ними не видел Нет я с ними вижу Это в принципе Ну там раз в 3-4 месяца Но все равно это мало Все равно хочется И поэтому я напитался Я напитался позитива Увидел родителей Они счастливы У них все хорошо И ну и все Еще ребенок счастливый Вернулся Поиграл в сыночка один день Ну это же тоже Мы же в эти моменты Тоже набираемся сил Вообще совсем другим возвращаемся Набираемся конечно Какая-то легкая Ну еще знаете как классно На самом деле То что я приехал В тот город Из которого я уезжал Да В неизвестность На самом деле В котором в принципе В меня не сильно верили А так всегда Подожди То есть была учительница Вот кроме учительницы Еще там пары-тройки Каких-то таких Рьяных верителей В меня было так Вот как-то даже скепсис У родителей поначалу был Потому что Ну никто не хочет Человека в шоу-бизнес Отпускать своего маленького ребенка В шоу-бизнес Потому что там никаких гарантий Нет конечно Подожди Там же была какая-то Медицинская история Медицинская история Была такая Я называю Насильственная часть В моей жизни И считаю Что вспоминать Даже не хочется Я учился Там да Я получил это образование Я прекрасно понимаю Что если вдруг У меня мама болеет Что-то происходит Я быстренько советую Все подскажу Что пить Как лечиться Но не хочу я работать врачом Я получаю удовольствие Это такой абсолютно Семейный доктор Да Семейный врач Ферсональный доктор Если что Там какие-то консультации Обращайтесь Ну это тоже очень здорово Это же вообще большое счастье Всегда для всех Членов семьи И в принципе Для меня было очень важно Что все-таки Этот переломный момент Что мне нужно сбежать Уже из этой медицины Чтобы начать жить Для себя И я так и сказал Мам, папу И простите Конечно Леша, ну ты знаешь Что я хочу тебе сказать Сколько мы наблюдаем Даже здесь Находясь в студии С Ромой Из медиков Чуть ли не вообще Самые лучшие Талантливые артисты Получаются Ну я вот знаю Митя Фомин В нашем меде учился Крупу Александр Розенбаум Да, очень-очень крутой Потрясающий Он кстати Профессиональный врач Тут недавно была новость Где-то в новостях Он спас жизнь Я тоже недавно Билли Новик То есть в принципе Да, очень много артистов Которые выходцы Из медицины Ну это просто такая Школа жизни на самом деле Медицина полезная Наука сложная правда Но зато Какое колоссальное количество Литературы прочитано И это И латынь И это слышно потом И видно потом Понимаешь И это уже Как бы не старайся Не спрятать Это точно Мы переходим К следующей песне Что будет Это будет песня Под кожу Только тут будет Две версии Вначале лирическая версия Как она звучала Вообще изначально Сейчас впервые вообще В эфире прозвучит До этого никто не слышит Именно в таком варианте А после этого Сразу же танцевальная То есть вот прямо Они так вот Две подряд будут Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глубоко, глубоко между венами Мы друг к другу останемся первыми Зачеркнули все и не исправили Только раны друг к другу оставим Мы параллельными, но не вселенными Пополам разделили Небо мы разбились на части Вдребезги Я тебя под кожу запускаю Боже мой, боже мой Я тебя под кожу запускаю Только ты не со мной Я тебя под кожу запускаю Боже мой, боже мой Я тебя под кожу запускаю Только ты не со мной Глубоко, глубоко между венами Мы друг к другу останемся верными Почему ничего не исправили И под кожей шрамы оставили Эти шрамы останутся вечными Мы друг к другу сердца искалечили И разбились на части Вдребезги Я тебя под кожу запускаю Боже мой, боже мой Я тебя под кожу запускаю Только ты не со мной Я тебя под кожу запускаю Боже мой, боже мой Я тебя под кожу запускаю Только ты не со мной Я тебя под кожу запускаю И глубоко-глубоко между венами, мы друг к другу останемся верными. Под кожей красиво есть еще сердце, мозги, молекулы, понимаете? Просто я хотел на самом деле назвать альбом Анатомия, да, или частью тела, но вот как-то потом подумал, у меня слишком медицинская история. Я даже не знаю, какая версия мне больше нравится, лирическая, потрясающе красивая, очень красивая. Я в последнее время начал ее петь, понял, что как-то нельзя это от народа скрывать. Да, ни в коем случае, конечно. А может быть, и прямо сделать две версии, целиком только, не по кусочку. Вот, а я на концертах пою. Да, именно так целиком, здорово. То есть приходят люди, я полноценно исполняю, поэтому... Это такой эксклюзив для тех, кто приходит на мои концерты. Да, вот какой ты, значит! Расскажи про концерты. Большая ли с тобой команда? Есть ли подтанцовка, потому что она очень энергичная? Все очень сильно зависит от того, на самом деле, где концерт, как концерт, потому что, когда клубные концерты, к сожалению, чаще всего сцена маленькая, там особо не потанцуешь. Поэтому со мной две девочки, или два мальчика, или мальчик-девочка. У меня в коллективе, в принципе, шесть человек, вот, и мы периодически все выходим. Чаще всего это какие-то огромные открытые площадки, праздничные какие-то большие мероприятия, когда сцена позволяет, там хоть, я говорю, готов хоть всех принести, привезти, видимо, всегда очень классно. Мне всегда больше нравится, конечно, когда сзади тебя много людей, когда это вместе, это чувство команды, это другое совсем, да. Поэтому, ну, без танцоров, то есть я стараюсь вообще не выступать, потому что, ну, это заряжает тебя, это тебя заставляет двигаться, это включает энергию. Как ей крути, картинка другая тоже, и зрителям тоже очень нравится. Конечно, безусловно, я уже в этом убедился на сто процентов, что все-таки поп-музыка сейчас это требует. Да. Это не то, что как раньше это было по возможности, там, в веселых девяностых, там, можно было выйти одному и танцевать ничего страшного, а сейчас надо уже показывать. Потому что мы избалованы очень, знаешь, как зрители все-таки, конечно, различными шоу, картинками, ярким чем-то все время. И с учетом того, что мы сейчас видим, как выглядит и американская, и европейская сцена, мы сейчас не можем это игнорировать, и приходится, как бы, вот, и танцами заниматься. Да, да ты молодец, прям молодец. Ты же еще и актерским мастерством там занимаешься. Актерским мастерством занимаюсь, но это пока не профессионально, это просто для себя, мне хочется развиваться, мне хочется более правильно эмоционально находиться все-таки, потому что актерское мастерство позволяет справиться с волнением. Потому что, когда ты выходишь там, вот, к любимому зрителю, это прекрасно, не всегда мы выходим к любимому зрителю, и когда вы от выступления, когда ты приходишь на корпоратив, там 5-6 артистов, да, и кто-то пришел не на тебя, и хочет всем видом показать, что он пришел. Даже так? Серьезно? Разворачиваются как-то там. Да, и ты... Вот так вот, прям, вот, к артисту. Да, там типа, вот, ну, здравствуйте, ну, да, мы тут ждем. Мы тут пережидаем, да, скоро там. И ты начинаешь понимать, что, в принципе, вот, меня, например, это раньше дестабилизировало очень сильно. То есть я мог там первую песню, там, как-то волнительные глаза, где мужчина, что-то... Быстрее, быстрее бы идти хочется, да, ощущения? Да, 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 то есть, а я сейчас понимаю, что все-таки нужно уметь, не то, что ставить блок, да, нужно уметь, наоборот, энергию направить так, чтобы даже вот эти развернувшиеся повернулись к тебе обратно. Ну да. А что-то в нем есть. Раньше я пытался брать голоса, потому что это самое простое для меня. Сейчас я уже пытаюсь как-то вот работать конкретно с энергией, с энергетикой. И вот тоже дает свои плоды. Как раз-таки вот и в период, когда я отдыхал, я занимался тоже актерским, потому что для меня это было ново, это было интересно. Ты занимался саморазвитием, вот видишь, какой ты, а рассказываешь, там, я лежал на диване, я гулял, пил кофе. Нет, ну это тоже, нет, я бы со скуки умер, конечно. Да, оказывается, колоссальная работа была внутренняя проделана и творческая какая-то тоже. У меня никогда не было, на самом деле, практики занятий в группе актерского. Когда у тебя очень много примеров, ты иногда смотришь на кого-то и говоришь, а что, правда, вот так можно? И там все встают и говорят, я Алексей, я певец, я... А там, причем, действительно, я занимался в группе, где сидели там, вот просто, там, я бухгалтер, я водитель. Ну, абсолютно разные профессии люди, конечно, да. Там были и актеры, на которых ты можешь посмотреть и смотришь, ого-го, какие, оказывается, вот краски, да, что нужно ухватить. Как он это делает там, да? Да, а что, вот так можно было? Серьезно? И вот, и это действительно наполняет тебя, ты начинаешь смотреть, просто примеряешь на себя разные роли, разные маски, там какие-то смешные задания, например, нас садили друг напротив друга, да, и мы в течение 10 минут просто общаемся, а потом нам педагог говорит, а теперь вы друг друга пародируете. И ты смотришь на себя со стороны, что я вот такой? Какой ужас, это неправда. Нет, это было классно, да, это было классно, это было смешно, и ты потом начинаешь какие-то косяки свои запоминать. Значит так, я тут часто трогаю волосы, а я там часто машу руками, но давай это исправляй. Это очень интересно. Полезно. Интересная практика, полезная. Даже полезно, да. Ну и все равно для меня это не работа, все-таки актерское мастерство настолько мне нравится, настолько мне это интересно, близко. Как бы к профессиональной сфере никогда не полезу, я думаю, в фильмах я играть не пойду. Ну не зарекайся, что уж ты так, конечно. Я уже, кстати, следил за многими профессиональными. У тебя, конечно, хоть и юбилей, но не 90-ше лет тебе исполнилось. Ну вот да, многие тоже так говорили в своей карьере, говорили, ой, нет-нет-нет, а потом так он, Вера Брежнева, оп, и от Триси. Ну конечно, вон как все меняется с такой скоростью. Ничего не могу представить. А коротенькая микропауза. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, в гостях у нас Данте. Мы сегодня говорим о музыке и даже про актерское мастерство поговорили. Кстати, это курсы были или что у тебя? Да, это были курсы, это курсы потрясающего моего друга. Рекламировать не буду, наверное. Как хочешь, можешь назвать. Скажу, Сергей Закатов, потрясающий педагог по актерскому. Конечно, Сергей, мы еще мой привет передадим с удовольствием. Серега, передай тебе привет. Вот, ты очень классный. На самом деле мы с человеком познакомились вообще абсолютно случайно, на корпоративе, просто задружились. А он говорит, а я педагог по актерскому. А я еще педагог по актерскому. А я пою. А я еще педагог по вокалу. И спустя три года я к нему пришел. Ух ты, видишь как. То есть это такая дружба с выдержкой, мы все общались, да уже приходи ко мне на курсы, что ты стесняешься, давай, сделаешь мне рекламу, я тебя позову бесплатно, давай, поехали, будем пробовать. И все, и все срослось. Сереге привет. Да, посмотри, как, ну это видно, что ты колоссальную пользу для себя извлек из этих встреч и этих курсов. У нас песня сейчас на очереди. Она также из альбома «Молекулы». Сегодня они практически все. Отлично. Она уже самая-самая любимая песня в сердце. Так одиноко мне, брошено, скованно, режут твои слова, держат за горло нас. Мы, как осколками, так неосознанно, ветром разбросаны. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей, вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, вынимай. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, вынимай. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей. Вынимай мое сердце, из груди разбей. Вынимай мое сердце, вынимай, не жалей Вынимай мое сердце, из груди разбей Как это все очень круто звучит, даже здесь ситуация в эфире наушники, но я представляю каково-то, когда это зал, либо это клуб, если там все тоже хорошо со звуком, то это, наверное, это действительно очень круто, да Очень стараюсь всегда по звуку, тоже саундчек обычно занимает очень долго, отстраивается, в клубах это сложно сделать Да это мы уже знаем про тебя, что ты же не можешь вот так вот просто безответственно, беззалатно отнестись У меня всегда куча аппаратуры с собой То есть если что-то, если в клубе не хватает, какого-то проводочка, колоночки, то Данте сам, знаешь, там все вот это построит Мало того, я уже понял, что иногда приходится отстраивать самостоятельно, потому что, ну вот, хочется идеальный звук Ну конечно, 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 особенно, когда ты приезжаешь в другие города, но, к сожалению, гарантий никаких нет, что там, ну это, да Я прекрасно понимаю площадки, что они не могут себе позволить такую аппаратуру покупать, это очень дорого, это очень сложно Когда это маленький клуб, в котором не может быть высокая себестоимость входа Артист должен это понимать Конечно, когда это только фисташки и пенный напиток Да, да, действительно На чем там заработать? На чем там зарабатывать, действительно, поэтому, ну, как бы, артист в состоянии взять с собой чемоданчик маленький, аккуратный, привезти в нем нужную ему аппаратуру Это не так тяжело Записывайте, дорогие артисты Просто, да, я просушиваю, господи, правда Конспектируйте Такую колоссальную ответственность, большой профессионалист Ну это просто еще уважение к принимающей стороне Потому что тебя приглашают К зрителю, наверное, даже прежде всего, все-таки, да Не только к организаторам мероприятия, а именно к зрителю, который приходит к тебе, платит свои деньги и хотят увидеть, слышно ставь качество Там даже, знаешь как, не то, что платят свои деньги, я всегда об этом соображаю Мне говорят, что это очень странно, но я считаю, что это очень Человек тратит свои минуты жизни на твои песни А если еще и поет наизусть, значит, наверное, часы своей жизни тратит на твои песни Ну это просто невероятно Особенно, когда этих людей много К ним нельзя относиться по-другому А публика же тоже чувствует твое отношение такое Леша, признайся, пожалуйста, ты когда-нибудь у дедушки Мороза просил вот о том, чтобы вот в твоей жизни все было именно так? Конечно Я думаю, что он не так просил Каждый Новый год Каждый Новый год не то слово Постоянно, конечно Письма, они вот какой длины обычно? Нет, письма аккуратненькие, я всегда себе там делаю тык-тык-тык-тык, очень четкий план Да, но по делу, да? Конечно, да И в конце года я обычно беру этот план, открываю его из конверта И смотрю, вычеркиваю, что сбылось, что не сбылось Вот Ну, бутылка шампанского, бокал, сжигаешь Да, вот это вот короткое сжечь, да А крупный план на год Он лежит отдельно, он не сжигаем никакой Ты в течение года просматриваешь его, вспоминаешь, что ты заметил? Я не знаю, я очень, это причем даже интересно Какие, ты приходишь, например, к концу года и смотришь Вам для меня это вообще уже не важно Какая глупость, господи, о чем это я думал? Ну да, конечно, мы меняемся Что за бред? Каждую минуту практически Порой, порой вообще смотришь там И у меня причем есть письма за последние 10 лет И поэтому же не зря говорит Я их храню, но мне это интересно То есть мне это посоветовала бабушка Вот Она же тебе и научила делать планы? Или кто тебе научил планы? Да, 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 она и сказала, говорит, очень классно делать на год план и забывать про него А потом смотреть, как ты за год поменялся Вот И это очень важно, действительно То есть ты смотришь, оп, а ты совсем другой человек уже А через 10 лет ты смотришь, что-то Чувствую ты там какие-то глупости Телефон хотел какой-то или еще что-то План уже на 2019 у тебя составлен, заготовлен? Да, осталось там пара пунктов Обычно я это все дописываю, что-нибудь 30-го или 31-го Ручкой вписываю последние пункты и в бой Заворачиваю в конвертик Есть ли там графа путешествия? Да, есть Я даже поставил план, я хочу 5 стран посетить за год Очень хочу Разных? Да, разных обязательно Я начинаю понимать, что надо путешествовать, смотреть мир Он огромный, а я себя замыкаю в каких-то маленьких пространствах Будет ли это в Инстаграме у тебя отражаться? Конечно Чтобы мы подсмотрели тоже Буду делиться, в сторис как минимум Ну, значит, там и блог путешественника, и артиста, певца Нужно будет тоже смотреть, познавать для себя какую-то важную информацию Мы тебя искренне благодарим, у нас вот безжалостно заканчивается время Мы ждем клип, ждем мини-альбом Мы очень рады нашей встрече Спасибо вам огромное за приглашение Мы рады твоему, вот после отпуска, этому чудесному осеннему возвращению И уже такому хорошему, прям триумфальному Не уходи, пожалуйста, надолго и ненадолго тоже Давай уже продолжай Просто находи время вот для таких путешествий Для отдыха, для правильного распределения своих сил, возможностей и так далее Спасибо огромное, Алексей Спасибо за ровное, позитивное сияние Спасибо вам огромное Ждем с акустикой И также, да, потом, что, ну и роковую программу уже ждем Да, надо начинать писать уже, готовиться Ну а как потом, да, ты раз, и один из первых зашел везде Уже первая песня вместе Леш, скажи, пожалуйста, что мы сейчас послушаем И мы еще должны, ты нам обещал, вот прям коротенький Мини, все, кто ждали Разжигай, пока я не остыл Разжигай меня, пока горит Мы с тобой такой тягучий сплав Меньше боли, baby, let me love Это вот затравочка для тех, кто ждал Вот это да Красиво Спасибо, спасибо вам И сейчас будет песня репит Отлично Если вам понравились мои песни, ставьте их на репит Ну конечно, конечно, как же теперь Я не знаю, почему ты мне снишься Третий день подряд Почему про нас все время люди Что-то говорят Я не буду разговаривать сквозь стены с пустотой Ты же знаешь, что тебе так хорошо со мной Поставь меня на репит Слушай то, что сердце говорит Что бы мы ни делали Слушай то, что сердце говорит Поставь меня на репит Слушай то, что сердце говорит Что бы мы ни делали Слушай то, что сердце говорит Я рисую на песке ладонью вечную любовь Но прошу тебя, давай играть Но прошу тебя, давай играть На публике врагов Слышишь, даже не пытайся меньше думать обо мне Ты же знаешь, я и в плеере, и в голове Поставь меня на репит Поставь меня на репит Слушай то, что сердце говорит Что бы мы ни делали Слушай то, что сердце говорит Поставь меня на репит Слушай то, что в сердце говорит Что бы мы ни делали Слушай то, что в сердце говорит Нарепит в голове Нарепит Нарепит я тебя Поставь меня на репит Слушай то, что в сердце говорит Что же мы наделали Слушай то, что в сердце говорит Поставь меня на репит Слушай то, что в сердце говорит Что же мы наделали Слушай то, что сердце говорит Нарепит в голове Нарепит Нарепит я тебя Поставь меня на репит Это Данте, концертный зал «Страна FM» Коротенькое поздравление для страны С Новым Годом, с наступающим, все ждут Да-да-да, хочу от всей души поздравить с наступающим Новым Годом Желаю счастья, здоровья, любви И пусть все мечты сбудутся в Новом Году Вместе со страной «Страна FM» Ура! Спасибо, друзья, Данте Спасибо всем за внимание До встречи в Новом Году Студия 89,9 Концертный зал